Рекомендант Станислав Белковский. Продолжаем. Что произойдет, если... В последние месяцы буквально началась, как говорит молодежь, новая движуха вокруг Приднестровья. В итоге Государственная Дума приняла заявление о том, что ситуация очень тревожная. То стали появляться публикации в околокремлевских СМИ о том, что Приднестровская Молдавская Республика де-факто выходит из-под контроля Москвы, что, на мой взгляд, сильно преувеличено. Но зачем-то же эти слухи кому-то нужны. И, наконец, Молдавия и Украина совместно призвали Россию вывести из Приднестровья войска, что на сегодняшний день невозможно. Потому что нарастают опасения, что нужен же какой-то важный геополитический, геовоенный ход перед выборами президента России, с учетом того, что Владимир Путин, наш президент, сконцентрирован на международной военной политике. Внутренняя политика волнует значительно меньше, если волнует вообще. И попытка вернуться к так называемому плану Казака 2003 года, который предполагал создание асимметричной федерации. На базе нынешней республики Молдова, с включением в нее, как субъекта, с особыми полномочиями Приднестровской и Молдавской республики. Но главное, интеграцию России как военного гаранта всей ситуации российской военной базы, легализацию российской военной базы на территории Молдовы. Все вот это теоретически может произойти. Особенно с учетом того, что в Молдову возглавил пророссийский президент Игорь Додон. Который уже свалил всю вину на западные демократии и на внутренних оппозиционеров. Хотя у господина Додона почти нет полномочий, ибо Молдова парламентская республика. Но возможно все. Например, досрочные выборы парламентов, на которых социалистическая партия Игоря Додона может преуспеть. И если Додон получит парламентское большинство, то все эти сценарии станут более чем реальными и жизнеспособными. Хотя для реализации их остается все меньше времени. Но можем вспомнить, что несколько месяцев назад украинские и молдавские спецслужбы совместно объявили о раскрытии покушения на Владимира Плохотнюка. Владимир Плохотнюк это молдавский олигарх и один из самых влиятельных людей в Молдове вообще. Который, как считается, контролирует правительство этой страны. И нынешний премьер-министр и бывший министр связи Павел Филипп это креатора Плохотнюка. Если с Плохотнюком что-то случилось, то перспектива досрочных выборов стала бы значительно более выпуклой. Поэтому мне кажется, что путешествие Дмитрия Рогозина, который контролирует не только комплекс российских отношений с Приднестровьем, но и финансирование тех или иных правороссийских политических сил и в Приднестровье, и в Молдаве, оно вызвало определенную нервозность. Не только в Кишиневе, но и в сопредельных странах, которые считаются друзьями Молдовы и сторонниками ее европейской и евроатлантической интеграции. Вы знаете, возвращаясь к конкретному этому твиту, ждите ответа гады. На ваш взгляд, это скорее такой эмоциональный всплеск или какая-то реальная угроза за этим стоит? Ну, Дмитрий Олегович Рогозин любит реальную угрозу, а не эмоциональные всплески. Например, построить российскую базу на Уне к 2020 году. Правда, иногда этот срок смещается. И потом выйти за пределы Солнечной системы. Потом, кстати, он нарушил свои обязательства, потому что он после того, как он не смог приземлиться в Кишиневе на военном самолете, на самолете военно-космических сил Российской Федерации, он обещал поехать туда на мотоцикле. А зачем же он не поехал туда на мотоцикле, а полетел на самолете компании «Савент». Ну, может, у него мотоцикл в самолете был. Вы знаете, я помню, когда Дмитрий Олегович еще был председателем комитета по международным делам в Государственной Думе, он тогда уже начал ездить по Москве на мотоцикле. Но это было довольно фантасмагорическое зрелище, потому что за мотоциклом Рогозина ехал его, собственно, председательский БМВ «Смигалка» и охрана. Это был кортеж из двух транспортных средств. Вот. Поэтому, мне кажется, просто власти Румынии, Молдовы и Венгрии напомним, что мотоцикл-то где приезжаем, все будет хорошо. Нет. Ну, Рогозин, вы понимаете, как человек, который может носить известный вклад в дестабилизацию внутриполитической ситуации в Молдове. С этим все и связано. Причем я отдаю должное бесконечной честности Дмитрия Олеговича. Помните, как говорил Остап Бендер, где я видел эти честные глаза? Значит, сомневаюсь в том, что самолет авиакомпании «Сибирь» был просто рейсовым. И что Дмитрий Олегович не зашел до того, чтобы лететь со своими соотечественниками куда-то. Нет. Мне кажется, что остальные соотечественники, которые находились в этом борту, в основном были советниками, помощниками, охранниками и статистами при главном пассажире. И детьми охранниками. Станислав, я повторю свой вопрос. Это реальная угроза? Ну, я с помощью Луны пытался дать понять, что Дмитрий Олегович иногда все же излишне эмоционален и не нужно трактовать слишком дословно и буквально то, что он говорит. Тогда какой должна быть реакция со стороны Молдавии, со стороны, собственно, двух Молдавии президента и тех, кто ему противостоит? И в России надо как-то реагировать вообще? Дудон уже заявил, что это провокация. Соответственно, молдавские власти... Нет, нет, нет. Я имею в виду конкретное высказывание Рогозина. На это высказывание следует ли реагировать? Ну, реакция на него будет чисто техническая, поскольку Дмитрий Олегович, если следить за его творчеством, он постоянно что-то такое говорит. А когда человек делает что-то постоянно, например, громко хлопает дверью, то это уже не может удивлять. Поэтому уже отработаны пресс-релизы, которые остается только подписать, поставить дату и отправить их в печать о том, что Молдовы и другие сопредельные государства возмущены. Вы знаете... Дмитрий Олегович, конечно, любит написать вот что-нибудь в таком стиле и хлопнуть дверью любит, но он при этом не любит оставлять себя, в общем-то, совсем идиотом, да, выставлять. Но у него как-то все равно получается. Вот всегда прекрасно. Когда человек не хочет что-то сделать, он просто рвется из груди, вырывается. В связи с этим, каких вы дальнейших шагов от Рогозина-то ждете после того, что было сказано и сделано? Дмитрий Олегович, в принципе, является курьером по перевозке денег между Российской Федерацией и поддерживаемыми Кремлем официальными политическими силами в Молдове и в Приднестровье. Но все политические решения здесь принимает Владимир Владимирович Путин. Поэтому я ожидаю, что Дмитрий Олегович прорвется на прием к Владимиру Владимировичу, пустит скупую мужскую слезу, скажет, как его вместе с беременными женщинами и голодными детьми не пускали в воздушное пространство Румынии. И, так сказать, потом Владимир Владимирович поручит ему все-таки прорваться в Молдову с деньгами. Или, в крайнем случае, эта миссия будет поручена, делегирована другому человеку. Дмитрий Олегович, как мы знаем, находится под санкциями Евросоюза. Это и было формальной причиной его никуда не пускать. Ну, почему другим людям это не заняться? Каким-нибудь более гуманитарным этим не заняться? Деньги уже не пахнут, и на них нет портрета Рогозина. На них изображены российские города. Они овеяны духом Владимира Владимировича Путина, а не Рогозина. Не обязательно же Дмитрия Олеговича так настойчиво прорваться в Кишинев. Тогда я оставлю пока Дмитрия Олеговича в покое. К тому же, знаете, еще можно выдать ему документы при крыше и сделать пластическую операцию. Тогда он лично сможет добраться до Кишинева. Это, по-моему, уже из разряда базы на Луне. Нет-нет, я, кстати, советую молдавским властям еще ввести процедуру ДНК-тестирования для российских чиновников. Чтобы даже при условии пластической операции, на границе он тест ДНК сделает, и выйдет, что это он. Но для этого в Молдаве достаточно вступить в Евросоюз и брать отпечатки пальцев просто. Нет, этого мало. ДНК-тест нужен. Отпечатки пальцев тоже можно поменять. Но ДНК тоже можно подделать. Нет, ДНК подделать нельзя. Наши смогут.